Всем привет! Забавно, сколько людей просило меня рассказать про моих заказчиков. И что же забавного, спросите вы? Ну, забавно, что люди думают, что у меня много заказов и есть много историй на эту тему. Но это не совсем так. Но всё же, раз вы смотрите это видео, значит, я всё-таки что-то вспомнила. Но перед началом хочу сразу сказать, что у меня не было как таковых неадекватных заказчиков, Ланя. Люди, видимо, знают цену деньгам и понимают, что по ту сторону монитора сидит другой человек, и поэтому конкретно заказчиков, которые платили мне деньги и вели себя со мной плохо, таких не было. Но были всякие разные другие штуки. И, прежде чем мы перейдём к теме, как всегда, мы начинаем со спидпейнта. Я специально вставила сюда комиссион, раз уже у нас подходящая тема. Большинство комиссионов заставляют выходить меня из зоны комфорта. И этот, кстати, тоже такой. Я не очень люблю работать с чёрным цветом, я его обычно заменяю другими тёмными цветами. Например, тёмно-синий или тёмно-фиолетовый. Но тут в референции был именно чёрный, который ну никак нельзя было заменить. И досмотрите до конца, чтобы заценить картинку и сказать, как вам в целом работа с чёрным цветом. Ну, а мы, пожалуй, начнём. Когда я только начала брать заказы, мне казались все заказчики странными. Понимаете, я не люблю общаться с заказчиками, как с друзьями. Ко мне приходят за услугой, я её должна выполнить. Поэтому общение должно быть по теме и более-менее официальное. Вы же в банки не приходите с наездом или со слов «Привет, братан». Конечно, находились эти, которые начинали разговор именно с этих слов. И на любые вопросы отвечали тоже абсолютно формально. Нет, это неплохо. Я не хочу ничего плохого сказать, вдруг вы неправильно меня поняли. Я уже сейчас привыкла, что некоторые так пишут. Но тогда мне казалось это очень странным. Потом у меня появился постоянный заказчик. И я знаю, что он точно смотрит этот видос. Привет, кстати, люблю тебя очень сильно. И вот заказали мне тогда персонажа около Фури. Я относилась на тот момент более негативно к этому, чем сейчас. По личным причинам всяким. Не хочу о них говорить, ну, по крайней мере, сейчас. Для меня в целом это звучало как вызов. Типа, предать свои принципы и взять заказ. Или отказаться от денег. Но, как говорится, деньги не пахнут. Поэтому я согласилась. И теперь я еще немножечко Фури умею рисовать. Но у меня их особо не берут, кстати. Этот человек стал чаще брать у меня заказы. Я привыкла к его хвостатому персонажу. И он берет у меня другого, абсолютно реального, настоящего Фури, а не неко-девочку. И, блин, это был один из самых сложных у меня заказов. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы персонаж вышел хотя бы похожим на то, что от меня хотят. И я очень, реально, очень рада, что Фури мне практически не берут. Потому что, блин, это тяжело. Мне не хочется повышать цены только из-за того, что я не умею рисовать Фури. И только я страчу на них два раза больше времени. Вот такая вот дилемма. Ну ладно, я думаю, вообще больше интересны какие-то неадекватные заказчики. Но, как я уже говорила, слава богу, мне рассказать особо нечего. С меня заказчики, конечно, требуют чаще сложные картинки. Но это их право. И я могу отказаться, если мне не получится. То, конечно, не истерил мне ВЛС, не требовал денег и прочее. Люди, которые берут заказы, знают цены деньгам. Зато вот всякие любители халявы. Люди, которые просят реквесты ВЛС, например. Когда я начинал паблик, у меня были открыты реквесты, естественно, для того, чтобы набрать людей. И вот как раз эти люди, которые кидали персонажей в тему с реквестами, были просто неадекватными. То я забуду какую-то деталь. Вот вам длинное сообщение с предложением сходить к окулисту. Вот отказ от реквеста, предлагаю чекнуть мать. Ну и прочее с такими вот вещами. Я не знаю, я лично даже сама не любитель кидать кому-то реквесты. Я всего пару раз в своей жизни попросила реквесты и получила их. Но то были реально классные художники. Я, честно говоря, не знаю, как так получилось, что они мне что-то нарисовали. Но реквесты, это вообще не моя тема. Я их не беру и сама никому не кидаю теперь. Трейдеры, кстати, тоже у меня были неадекватные. У меня есть такое правило. Если вы предлагаете мне трейд, то вы делаете его первым. Можете не скидывать сразу готовый арт. Можете скинуть только спойлер или арт с футермаркой, чтобы я убедилась, что он готов. Как иначе. А там я сделаю свою часть и мы обменяемся. Вроде все. Просто у меня есть доказательство, что я не предатель. То я отдаю трейды. Куча людей со мной трейдилась. Я еще ни разу не кидала никого. Но, честно говоря, люди просто не отрисовывают и уходят. Иногда кажется, что специально. В надежде, что я первое отрисую и им не придется ничего делать. Недавно была ситуация, когда я договорилась о трейде. А человек забил. Но я ничего не сделала. Что переживать? Мне этот трейд был не очень-то и нужен. Просто прикольно. Почему нет? Поэтому я не стала ему даже писать. Но спустя месяц мне пишет этот человек. Вот я делаю прямо сейчас трейд. Вот, вот, прямо сейчас ждите. Вот сейчас сделаю. Я думаю, блин, какое-то странное сообщение. Что так резко, да? Еще и персонажа взял не того, о котором мы договаривались. Ну ладно, отрисовала, повысела. Потому что, ну, ну, блин, кому понравится тишина в целый месяц? Вау. И потом я, после того, как она сделала репост, чекнула паблик. И в комментариях ее подружка спросила что-то вроде. Эй, это что, трейд с той самой блогершей? И тут я все поняла. Тогда только-только наш канал начал расти. Люди начали о нем узнавать. И, видимо, человеку было очень лень. А может, было и не лень. Были другие дела или причины. И он не стал рисовать свою часть. А потом он увидел, что у меня растет аудитория. И быстро, пока я не передумал, за сутки закончил свою работу. И мне стало очень обидно, если честно. То есть, пока меня никто не знает. Пока у меня 1к в паблике или меньше. Работу можно не заканчивать? Непопулярных художников можно обманывать и кидать? Серьезно? Я, естественно, не стала об этом писать. Но в душе под себя отметила, что такие люди мне очень-очень неприятны. И теперь трейды я почти не беру. И это одна из причин. Вторая, у меня просто много работы. Да и теперь нужны деньги на оборудование для канала, например. Поэтому комиссионы всегда у меня открыты. Ладно, рассказывайте о своих заказчиках или трейдерах, которые вот так вот с вами поступали. Никогда, кстати, не кидайте свою часть целиком до оплаты или же до ответного трейда. А то, мало ли, как говорится, доверяй, но проверяй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чекайте наш общий канал, если вы его еще не видели. И всем спасибо за просмотр. Люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok